Заслуженная победа! И заслужить эту победу, что в принципе мы сегодня и осуществили. Касательно самой игры, положительные были моменты и отрицательные моменты. Что касается положительных моментов, ну, наверное, по психологии начнем с отрицательных моментов. Хотелось бы, чтобы мы на протяжении всего матча более целостно играли, потому что как-то получается так, что, поведя в счете 2-0 в первом тайме, с 30-31 минуты, где-то примерно так на табло глянул, отдали инициативу сопернику. Не из-за того, что соперник ее перехватил, а из-за того, что мы где-то начали неправильно действовать. В перерыве даже, скажу, бывает и такое, что, ведя в счете 2-0, наверное, многие тренеры довольны этим и не говорят команде каких-то, скажем так, коррективы не вносят. Но, тем не менее, мне пришлось так даже, я скажу эмоционально, ребятам сказать, чтобы они все-таки действовали правильно. То, как мы договаривались перед матчем, то, что мы моделировали на протяжении подготовки к «Динамо-Брест», зная, что у команды «Динамо-Брест», да, есть трудности в обороне, но при этом у них есть группа атаки в лице Гордючка, Цепенкова, Куадьо, но он сегодня не играл, которые ребята на пространстве могут создавать проблемы любой команде. И они это в последних турах доказали. Поэтому мы серьезно готовились. Это с отрицательных моментов. С положительных, то, что забили 4 гола, 2 в первом тайме хорошие, после подбора Артем Быков великолепно исполнил, плюс Андрей Рылыч прекрасную передачу с ванга сделал, и Владик Морозов завершил усилия нашей команды, плюс стандартные положения во втором тайме тоже нам пришли вовремя, для того, чтобы уже окончательно склонить чашу весов в свою пользу. Хотя, еще раз повторюсь, более целостно хотелось бы действовать и на протяжении всего матча. А так, конечно, победа заслужена. В принципе, я доволен сегодняшним отношением ребят к этому матчу в преддверии международной паузы. Часто бывает, что всегда где-то в голове сборная, национальная, молодежная, юношеские сборные ребята. Кто-то уезжает из легионеров так же, как Душан Бакич в свою сборную Черногории. И хотелось бы, чтобы стопроцентная концентрация была. Поэтому отлично сработали, плюс замены, которые мы сделали во втором тайме, перестроились тактически и добились хорошего положительного результата. Коллеги, будут ли вопросы? Продолжение следует, что на мой взгляд, лучший отрезок Бреста в этом матче – это первые 10 минут. И на мой взгляд, какие-то коррективы в этот период уносились были? Ну, я скажу так, что это, опять-таки, с вашей точки зрения, на ваш взгляд, я уважаю вашу точку зрения, на мой взгляд, Брест не был лучше в первые 10 минут нас. Начало игры было таким, скажем, с точки зрения, как обе команды принято говорить, так разведка боем была, да, особых моментов не было, не было каких-то обострений, слабая борьба за инициативу. Затем мы забрали мяч под контроль, и вплоть до, я говорю, до 30-31 минуты, и вот когда мы отдали инициативу, счет уже был 2-0, где мы комфортно себя чувствовали именно по счету. Вот, еще раз говорю, счет, иногда это приятно, когда команда ведет, но хотелось бы все-таки понимать то, что не должно быть в игре каких-то таких глобальных изменений в игре, когда мы сами начинаем действовать неправильно. Только с этой точки зрения я считаю, что мы где-то не доработали. А так, в целом, положительная динамика была сегодня и в плане результативных действий, то есть голы забиты, и достаточно много было еще предпосылок, чтобы где-то реализовать свои моменты. Коллеги, еще вопросы? Что-то я вам предложил футбол. Владимир Викторович, вы сказали о паузе, которая вас ждет, а между тем у вас пауза уже была, вы пропускали тур. Можно ли сказать, что сегодняшняя голевая феерия – это результат, скажем так, положительного этого пропуска? Засключить футбол? Нет, абсолютно нет никакой взаимосвязи с пропуском тура. Каждая команда пропускает. Мы пропускали 11-й тур. Она даже, скажу так, что после эмоциональной игры с Минском, где мы были очень близки к победе и упустили практически с финальным свистком эту победу, вот эта пауза, она где-то нам и оказалась где-то даже в положительную сторону сыграла. Мы все-таки немножко и поработали довольно серьезно так с точки зрения физического воздействия, с точки зрения тактических моментов, в которых важно было с командой поработать, потому что мы со стандартного положения пропустили. Не хотелось бы, конечно, упускать победу таким образом. Но, тем не менее, я всегда ребятам говорю, что для того, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать больше, чем один гол. Тогда такие ситуации, вот как сегодня случилось, это тоже можно так отрицательным моментом назвать, но, конечно, я не могу упрекнуть команду в том, что этот гол каким-то образом там плодит. Просто невнимательность. Сергей Политевич ошибся, невнимательность, и мы пропустили этот гол. Но счет уже был 4-0. Поэтому наша задача забивать больше одного гола, забивать 2-3 и реализовывать те моменты, которые у нас есть. Еще раз повторюсь, что касается, эта пауза даже пошла нам на пользу. И сегодня 4 забитых мяча, она никакой взаимосвязи не имеет. Была бы пауза или бы не пропускали тур. Мы просто стремимся забивать больше одного гола, чтобы одерживать победы, чтобы не было таких ситуаций, как в футбольном клубе Минск. Коллеги, продолжаем. Прошу. Владимир Клиугин. Сегодня Атон Петсина впервые за сезон вышел в старте. Это значит, что он потянул кондиции, набрал форму или больше выбирали под соперника, под тактику? Нет, конечно, мы обращаем внимание на готовность ребят в тренировочном процессе. Антон, в принципе, сейчас в последнее время, особенно когда мы перешли уже на натуральные поля тренироваться, и качество полей улучшилось и на нашей базе, и на олимпийском спортивном комплексе «Стайки», где мы тренируемся. Мы все прекрасно понимаем, что Антон очень техничный и умный интеллектуальный футболист. Ему очень важно качество поля, чтобы было хорошее. Как только качество полей улучшилось, как только Антон чуть-чуть подтянулся и физически, конечно, он сегодня заслужил выход в стартовом составе. Понятно, что, наверное, на 90 минут еще, возможно, и не хватает в полном объеме ему держать эту интенсивность, но если Антон таким образом будет нам помогать где-то в старте, где-то на замену, я буду очень рад, если он будет приносить пользу команде, что он, в принципе, успешно и делает. И Роман Бигунов после футбола что-то эмоционально показывал в сторону трибун, и его назвали лучшим вверхом матче. А почему? Может, это какой-то особенный день сегодня? Да нет, просто я скажу так, что за исключением ошибки Романа, когда он в первом тайме поскользнулся, да, на ровном месте, помним эпизод, по-моему, вот, может быть, и в первые 10 минут было это, когда поскользнулся. Опять-таки, это внешний фактор, который повлиял на его ошибку. Так, в целом, Рома очень добротно сыграл, и мы же тоже оцениваем профессионализм и эффективность действия защитника относительно сильных сторон соперника, да. Давайте будем честны, Гордечук сильный сегодня, футболист с Брестском Динамо, который и статистику хорошую имеет, да, и который может обострять ситуацию. И в большей степени он действует именно в этой левой зоне, в правой зоне нашей обороны. Поэтому Роман великолепно справлялся, помогал, подстраховывал и в единоборствах. Поэтому таким образом он и был признан, на мой взгляд, лучшим игроком матча в нашей команде.